Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодняшнее евангельское чтение об исцелении соглённой женщины нам рассказывает о том, как любит каждого из нас Господь. Что человек – высшая точка творения и высший дар, который даёт Бог своему творению, свой образ и подобие. И вот Господь так выходит на человеческие нужды, что, говорит, даже религиозные правила, заповеданные законом, могут быть оставлены, если человеческая нужда важнее становится, чем эта. Известны слова Господа – не суббота для человека, а человек для субботы. Вернее, наоборот, не человек для субботы, а суббота для человека. То есть не всякие правила внешние, они должны служить человеку. Это не значит, что мы должны пренебрегать, скажем, определенным этикетом в храме, поклонами, постом, чтением Евангелия, молитвами. Нет. Но когда есть человеческая нужда, что это невозможно сделать, то это не вменяется в грех. Но тогда, когда человек действительно честно, действительно не может что-то сделать, и что-то чем-то должен пренебреть, что-то оставить, вот, то есть здесь по-честному поступать. И вот Господь ей говорит, что вот человеческая нужда важнее в соблюдении даже установленных традиционных религиозных правил. И называет этого начальника синагоги лицемер. Не ведет ли каждый из вас осла и вола, отвязывает субботу и ведет поить? Это тоже работа. Но суббота добрые дела можно делать. И суббота дается именно для этих добрых дел. Они помогают вспоминать о Боге. Ведь сама заповедь о субботе, она говорит о том, что не делай никакой работы, ни ты, ни слуга твой, ни раб твой, ни вол, ни осел и так далее. Понятно, для человека это время молитвы, чтобы оторваться от своих дел и обратиться к Богу. Понятно, что для вола или осла это время просто восстановления физических сил. Понятно, что они не молятся Богу. Вот апостольское чтение нам как раз подчеркивает, что христианская жизнь – это начало другой жизни. Там вот начинается такими словами. «Вы» обращается апостол Павел к официанам, еще вчерашним язычникам, в той общине, которую он же и основал, проповедуем воскресение Христа. И люди обратились и идут за ним. И это послание к официанам написано из тюремного заключения, в котором апостол находился. Оно наиболее богословское из всех посланий и говорит о церкви. И он говорит о том, обращаясь к язычникам, «Вы были некогда тьма, а теперь свет Господи, в Господи. Поступайте, как чата света». Это относится к каждому из нас. Каждый из нас помнит, когда он уверовал, это было каким-то началом нового этапа в его жизни, нового видения всего вокруг, новых возможностей. Даже тогда, когда нам кажется, что вера слабеет, Бог далеко, нас не слышит, все. Но это у нас другие возможности, чем у людей, которые вообще об этом не задумываются. И далее апостол говорит, плод же Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Вот это очень важно, плод Духа в истине. А истина где? Господь Иисус сказал, «Ей есть путь, истина и жизнь». Когда мы ищем вот истину, когда мы ищем выход, понимаем, вот в Иисусе, это, может быть, не сразу приходит понимание, не сразу приходит сердечное ощущение, да, Господь помог вот здесь. Но это тот путь, которым мы избрали идти. Это путь вот доверия. И когда мы получаем даже небольшие блага от Господа, всегда нужно помнить благодарность, доверие и благодарность. Вот это два основополагающих направления нашего сердца к Богу. И далее апостол говорит, чтобы мы рассудительно относились к нашей духовной жизни, к жизни вообще, нашим взаимоотношениям с людьми. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Бесплодные делах тьмы, всякие безобразные передачи по телевидению, всякие там представления бывают с матерными бранными словами и прочее, прочее. Вот от этого отходить, не участвовать, но и обличать, то есть выносить на свет Божий, как в Божьем свете, в свете Евангелия, как это сюжет, это, так сказать, повествование подходит, или это что-то совершенно явно противоположное. Вот помните об этом. Так что, ну и обличайте, то есть выносите свет евангельской любви. И далее он говорит, посему сказано, это, видимо, строка из христианского гимна того времени, «Восстань, спящий, и воскресни из мертвых, и освети тебя Христос». То есть бывает действительно состояние, когда наше сердце спит где-то мы вдали от Бога, если у нас нет радости, нет надежды. «Восстань, проснись, воскресни из такого умирающего состояния, осветит тебя Христос». И далее опять же апостол наставляет, «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». То есть ко всякому делу мы должны подходить с рассуждением. Вот мы читаем «Отче наш, да будет воля твоя и на земле, как на небе». И любой наш поступок, особенно, кажется, какое-то трудное дело, всегда должны спросить, «Я сейчас поступаю по воле Божией или моя воля в этом пробуждается?» Не забывайте об этом. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, и при этом добавляет, дорожа временем, потому что дни лукавы». Кажется, вот тогда успею, тогда успею. А ведь уже когда человек стареет, когда человек слабеет, и молиться трудно уже, сил уже нет. Так что пока есть вот силы, пока молодые силы, надо и слово читать, и молитву, чтобы это вот было. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Вот это такое задание сегодняшнего дня на предстоящие время поста. Что есть воля Божия? И у нас вот есть такая группа добровольцев, где призывают хотя бы один раз в неделю кому-то помочь принести еды, кому-то лекарства, всё. И когда мы делаем это для кого-то, многие наши проблемы уже предстают совсем в другом свете. Так что, пожалуйста, имейте это в виду, такой перезыв про их прихода. Можно обращаться вот к Ирине Казимина, которая в раздевалочке вот там стоит, к ней обращаться, дать свой телефон, и где-то по близости найдут нуждающуюся нашу прихожанину или прихожанку, чтобы помочь им. Потому что это будет такой наш подарок, который мы принесём Господу Иисусу Христу, будем участвовать в этой очень важной работе. Это действительно проявление вот той христианской любви в мире, и главное будет принесить пользу нашему сердцу, когда мы будем отвлекаться от только своих проблем, своих интересов на проблемы и помощь другим людям. Аминь.